Всем привет, с вами Полли. Сегодняшнее видео посвящено фотографам-фотостокерам, которые сотрудничают с Adobe Stock. Если вы являетесь фотографом и у вас есть аккаунт и файлы на Adobe Stock, я вам советую зайти посмотреть, что же там обновилось. Сейчас Adobe Stock рекомендует поучаствовать в их предложении. Я думаю, что многим фотографам прислали такое предложение, мне в том числе. Предлагают выбранные ими файлы фотографии, это конкретно фотографии, не иллюстрации, разместить в бесплатной коллекции, которая будет после 23 июня разместить на год. И за каждую фотографию, которую они предлагают в бесплатной коллекции, заплатят 5 долларов и через год вернут опять в платную коллекцию. У меня тоже есть такие фотографии, которые Adobe Stock выбрал, и я считаю, что это хорошее предложение, в том плане, что это хорошая реклама, в том числе, потому что кто-то будет скачивать бесплатно, а кто-то будет заходить и смотреть, какие есть еще хорошие фотографии, вот, у такого хорошего фотографа, которым является каждый, я считаю, стокер. Вот, и я решила поучаствовать. Те фотографии, которые Adobe Stock как бы предложил использовать для бесплатной коллекции из моих фотографий, я утвердила. За каждую фотографию будет после 23 июня начислено по 5 долларов и сказано в условиях, что эти фотографии можно продолжать продавать на других стоках. И также, я так понимаю, что они не будут доступны для расширенной лицензии, если я правильно поняла. То есть, если кому-то сильно понравится ваша фотография, это будет приличный, порядочный покупатель, ему нужна будет расширенная лицензия, тогда возможно, что даже из бесплатной коллекции у вас купят расширенную лицензию. В правилах сказано, что не будет доступна статистика скачиваний. Авторы не увидят, сколько раз скачали ту или иную фотографию, ну, наверное, по понятным причинам, потому что я думаю, что скачивать будут много раз. У меня вообще, как бы, с фотографиями, я уже говорила, на фотостоках не очень хорошо, потому что у меня лучше вообще получаются и лучше принимают иллюстрации. Но фотографии у меня тоже есть и Adobe Stock выбрал у меня именно те фотографии, которые уже продавались. Причем, одна из фотографий у меня продавалась на разных стоках, минимум на трех, то есть такая, на мой взгляд, удачная фотография, но я все равно считаю, что те фотографии, которые выбрали, лучше, как бы, согласиться на это предложение, потому что, так как мне кажется, это мое субъективное мнение, это способствует, как бы, росту популярности фотографа, автора, и я буду в этом участвовать. Так что, если вы давненько не заходили в свой аккаунт, можете поторопиться. До 23 июня нужно утвердить. Либо, если человек утвердил, а потом передумал, там можно до 23 июня отказаться. То есть, каждый должен принять это решение. Я продолжаю наполнять свои портфели на фотостоках, и до 23 июня у меня еще что-нибудь добавится. Я работаю над своим багажом фотофайлов и иллюстраций, и я считаю, что мне есть, что предложить потенциальным покупателям. Я даже считаю, что, как бы, по законам вселенной, если я что-то предлагаю бесплатно, а тут даже получается не совсем бесплатно, вселенная будет возвращать еще больше. Но это не означает, что нужно дарить всем свое портфолио, свой портфель. От того, что некоторые файлы добавлю в бесплатную коллекцию, меня не убудет, и я считаю, что польза, которую получат другие люди, ко мне обязательно вернется, и мир станет, в общем-то, лучше, позитивнее, поэтому мне не жалко. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу участия в бесплатной коллекции от Adobe Stock. Будете ли вы участвовать, и вообще, какое у вас мнение по этому поводу. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok